И мы продолжаем говорить о здоровье. Раковым заболеванием объявлена настоящая война. Именно онконаправление считается в подмосковном Минздраве приоритетным. За пять лет смертность от этого тяжелого заболевания снизилась в полтора раза. Современные инновационные центры принимают пациентов в Балашихе, Подольске, Коломне, а два года назад онкоотделение открылось на базе в Высоковской больнице. Здесь проводят уникальные сложные операции по самым передовым технологиям мировой медицины. Поэтому техническое оснащение отделения регулярно пополняется. И вот с какими новостями вернулась из Высоковска Валентина Мордовина. Смотрим. Единственное в области аппарат для фотодинамической терапии в онкологическое отделение Высоковской больницы поступил две недели назад и уже успешно зарекомендовал себя у опытных специалистов. Свет аппарата определенной волны способен уничтожать раковые клетки без хирургического вмешательства. Когда мы не можем удалить опухоль, но мы можем ее приостановить или уменьшить за счет фотодинамической терапии. А вот селсейвер в онкоотделении уже давно, но еще ни разу не использовался. И слава богу, говорят врачи. Прибор применяется в сложных операционных случаях, когда пациент потерял более литра крови, а использование донорское нежелательно. Селсейвер практически сводит к нулю кровопотерю при операции. Он откачивает, фильтрует кровь, а затем возвращает в кровяное русло. Ультразвуковой гармонический скальпель – еще один уникальный прибор Высоковского онкоотделения. Им оперируют на начальных стадиях рака. Работа с ним сравнима с ювелирной. Надрезы после него на теле практически микроскопические. Гармонический скальпель незаменим именно в лаброскопической хирургии, в торгоскопической хирургии. Можно производить небольшие операции, при этом не перевязывая сосуды, не коагулируясь с помощью гармонического скальпеля. Высоковские онкологи утверждают, их отделение оснащается по последнему слову медтехники. Сейчас они готовятся освоить цифровое эндоскопическое оборудование. Совсем скоро его привезут в наш округ. Благодаря цифровому эндоскопу можно будет распознавать и удалять клетки в предраковом состоянии. Валентина Мордовина, Максим Максимов, Юлия Левицкая. Новости дня.